Вы что, думали, что после того, как я приземлись на карьер, я в эту потасовку играть перестану? А сейчас. Всем привет! Я снова приехал гонять красноглазых. И в этот раз мы начнём с той же машины, которая у нас была в прошлом видео. А потом я хочу взять менее заряженную тачку, но с тем же принципом. Тоже будут миниганы, но фиолетовые. И радиаторы. Они легендарные, а точно так же фиолетовые. Более бюджетная машина. Кстати, вру, машина-то не точно такая же, как была в прошлый раз. В прошлый раз была машина на ТРРКе, а в этот раз машина собрана на кокпите. У нас меньше точности, но гораздо больше скорости. Ну вот куда, куда сейчас эта струя пойдёт? Ясно, я понял, хорошо. Не надо, лойд, лойд, лойд! Блин, так, ладно, у меня получается один миниган только отбил. Три это ещё приемлемо. Какой ты говнюк! Чё-то у меня так получается, чем быстрее я делаю машину, тем быстрее я движусь навстречу фейлам. А на кабинах на машинах помедленнее, как-то более стабильный получается прохождение. Менее косячное. Я не знаю, как это так, но вот так. Так, ты первый, давай я сразу второй. Друг другу не мешаемся, проходим как красавцы. Почти все прошли. Что-то не очень удобно. Здесь у меня две оси впереди стоят прям друг за другом. И на поворотах бывает фигня случается. Вот сейчас сам чуть в пропасть не улетел. Видели этот момент? Так, оттормаживаемся тихонько, легонько. Левой ножкой, правой ножкой топ. Всё отлично. Да шо ж, блин, превращается-то... С динамикой машины чего остановится-то, когда две оси впереди ставишь? Вроде наоборот всё должно становиться лучше, а нифига. Динамика превращается в тыкву. Слушайте, а мне так чисто поржать. Давайте-ка возьмем оборотни. Я вкорячую этого оборотня сюда, на свой старый додж. Гонитель, конечно, стал теперь чуть-чуть выпирать, но да ладно. И то, что я говорил по поводу более бюджетного варианта. В принципе, оставим сейчас оборотень. Тем более, что у него максималка 98. И поставлю сюда три уравнителя. И у нас, получается, ещё дохранили он энергией, в принципе, в запасе. Здесь две нерпы в багажнике и так лежат. А, инвиз. Я же могу сюда инвиз подгрузить. Тем более, если отрывать боезапас, который остался от тошнителей, и теперь нафиг тут не нужен. Тангосген вот так. Подумал на секунду на тему того, что я могу сюда, в принципе, легендарный инвиз поставить, но потом такой, а, ну да, бюджетный же. Легендарный, это вряд ли бюджетный. Сейчас раму ещё немножко переделаю этому красавцу. Да, вот так будет намного лучше. И теперь у меня 24 из 30 энергии. Мне, в принципе, и газген тут нафиг не нужен. Ну, ладно, пускай будет. Возможно, так как я сюда сейчас буду устанавливать инвиз, возможно, возможно, вполне, я всё же двигатель поставлю обратно гепард. Потому что гепард будет довольно-таки неплохо мне этот инвиз перезаряжать. Но попробуем. Для начала вот так. И да, я понимаю, что в это трудно поверить, но я вот прямо сейчас беру и ставлю домкрат. До того, как я 50 раз перевернулся на машине, а не после. А-а-а, блин, не зайду я сюда на оборотню. Он в числе запрещенных деталей. Какая жаль. А я тут чужую машину собираю. Ну, ладно, тогда давай смотрим, что у нас ещё есть по лёгким кабинам. Можно, в принципе, агрессора пихнуть. Тем более, что у него сотка целая. Максимальная скорость. А можно и кабана, но кабан-то 95. Тайнар всё же агрессор. Тем более, эта штука не такая дорогая. Не такая дорогая, как, например, тот же Мор. Ну, хорошо, оставляем это дело так. У нас в итоге три минигана, гонитель и агрессор. А также два радиатора. Итак, проверяем. С легендарными миниганами-то мы выжили, но с легендарными миниганами выжать не так трудно. А вот фиолетовые, да и не в количестве четырёх, а в количестве трёх штук. Да и не с самыми топовыми модулями. Как я и обещал, легендарного радиатора у меня тут нет. Ага, вот вы где. Первый пошёл, второй пошёл. Красиво. Да ладно, блин. Ну вот чё, чё они там все стоят, вот все целые кучи. Возле этого никто левее, блин, не встанет, чтобы взять и открыть двери. Ну вы чего, боже. Такие хлебы. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, я понимаю, если бы мы тут все зашли, что называется, первый раз, да? Это как бы было понятно. Но я больше уверен, что те ребята, которые сейчас заходят, они уже похрен знает сколько раз, точно так же, как и я, в эту потасовку успели забежать. И всё равно как будто не знают, что делать. Так, ну тем не менее, первый чекпоинт пройден. И полкоманды сдохла. Я вообще ни разу не удивлён. Так, точнее, не сдохла, а переродилась. Многие, кстати, опять же, до сих пор говорят, что опустошители это, мол, типа цифровое перерождение, мол, те, кто были людьми, они становятся этими ещё раз для тех... Ну, на самом деле, это не вина тех людей, которые так думают, не надо мне туда запихивать. Твою мать, сейчас в обрыв тебя выкину нахрен. Да, так, всё, я снова солнышко. Так вот, опустошители не переносят и не оцифровывают сознание человека, они его просто копируют. Это слепок. Это слепок, а не изменение формы. Это просто цифровой слепок сознания. Так что никакого там нет этого переноса, мол, и всякого-всякого. Погоди, слёд, там что-то красное. Ага, чудненько. Выпилен. Господи, а здесь опять это создание со мной тусит. Так, надо как-то подальше от него держаться. Направо не пойдём, хотя, блин, надо было сейчас направо идти. Красных почти нет здесь. А тем временем, как мы хорошо идём. Четыре красных... Так, тихо, вот зря, зря, зря. Я ей это сказал, зря. Сейчас только-только... Да! Вот, вот зря! Ага, вот молчать надо было! Вот, ах, кто меня за домкрат тянул, а? Тьфу! Ну ты тут же смотри! Как мы хорошо идём! Надо было сказать, и осталось сразу три синих! Это не призыв. Опять же. Блин. Два синих. Один синих. Ноль синих, всё! Давай ты не будешь так делать! Фу, блин, прыгнул прямо на морду. Сейчас ещё один так же выйдет. Вот, хорошо, ладно, но у нас там... Да ёлки-палки, ну... Ну вот там вообще никто даже не пришёл на терминал. Ну почему вы такие? Блин. Так, ладно, ворота открыты, хорошо. Когда ты в одну жало успеваешь не просто один терминал открыть, а, блин, целых полтора, как бы это ни звучало, как сейчас, например, один открыл, ко второму успел приехать, то сразу понимаешь, что победы, по ходу дела, в катке не будет. И многие писали и неоднократно писали на тему того, что надо там заходить, регаться со своими там в пати и так далее. О, это было бы так просто! Тут попробуй выжить с незнакомыми людьми. Без всякого сговора и всякого это... Вот это да, вот это больше похоже на правду. Что вы там где-то с группой выживших попали, и теперь превозмогаете. Подпрыгнул такой и исчез. Так, ладно, мы едем. Мы весьма неплохо едем. И раз, и два. Главное, на этой проверке на трезвость от союзников убежать, все остальное это фигня. Минус. Так, еще одна проверка. Вообще, главное не торопиться, а то знаем мы, что бывает с теми, кто торопится на этом мосту. Ну, все, прошли. И обратите внимание, сейчас я не говорил, как мы хорошо идем и прочее всякое вот это, но все все равно передохли. Так что, ладно. Не стоит себя винить во всем подряд, это я вот к тому. Так, прекрасно. Я его специально оставил немного горящего, на тот случай, чтобы... Чтобы он все равно там ко мне в один прекрасный момент наверняка придет. Моя русский язык говорит сейчас, но, извините, мозги очень сильно игровым процессом заняты, поэтому получается, что получается. Вот, и когда он придет ко мне уже подраненный, у меня уйдет мало сил на то, чтобы его окончательно выпилить. Это такой чисто расчет... Блин, вот с этим не успел. Отверну сейчас прицел. Я опять остался один. И горят у меня обе пушки. Или дохли все синие... Блин, что ж такие бесполезные тушки? Внезапная импровизация. Да, я остался один. Иду сражаться с боссом-вертолетом и его миньонами. Разве это не прекрасно? Что ты там? Сидит в засаде, короче, такой хитрый. Нафиг иди. Еще один. Да-да-да-да-да-да. Ты молодец, молодец. Все, пока. Мы, кстати, даже с фиолетовым оружием, в принципе, весьма неплохо обходим. Я смотрю так. Лайдятина! Вылезай! Эх, лайдятина, лайдятина. Мне еще главное от него подальше держаться. Ну, блин, я один. Я один. Тут босс-вертолет и куча реально этих самых опустошителей. Я что делать-то должен? У меня реально, походу, дело, время кончится сейчас просто-напросто. Не надо. Не надо. Вот это вот, вот так вот. Главное сейчас близко к Лоиду не подходить. Потому что... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не успел вывернуть все. Но я держался очень долго и достойно. Первое место. И 10 пластика. 800 рисочков. Нихрена себе разрыв. Так. Терминал этот снова выключен. А все остальные... Так, тут тоже. И к этому тоже приехали. Нифига себе, ты посмотри. Мы в этот раз даже нормально скооперировались. Здесь ее все повырубали. И такое, оказывается, тоже бывает. Ну, Лоид, куда там? Ага, ясно. Все понятно, понятно, ясно. Торну в сторону. Живем. Хорошо. Тихо, Союз подрезал меня и чуть не гротнулся нафиг. Эй, пацаны, а вы где все? Что-то приехал самый первый, тут никого нет. Так, идут, идут, потихоньку идут. Неплохо, неплохо. Сейчас там подрежут красный и синих. Да, все же потеряли мы немного бойцов. Только что было четыре красных, правда, остался один. И так. Пропускаем вперед сразу. Подвое тут лучше не лезть, спасибо, научины. Чел, здесь можно так сильно углы срезать. Такие зигзаги выдает на такой маленькой машинке. О-о-о, опять летающие пауки. Ай, тихо по тормозам. Фух, блин. А хотя на самом деле я, может быть, сейчас мог бы и проскочить даже. Хрен его знает. Так, 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 отлично. Я на скорости прям зашел, а сейчас мне прям повезло. Прям... А-а-а-а, зараза! Блин. Ну, все шансы сейчас были. Ну, сейчас я сам расслабился. Там повезло, тут повезло. Я уже, короче, в удачу поверил. А вот я сейчас взяла и жопу показала. А-а-а. Ну, ладно. Чего там последний? Здорово, заходи! А-а-а! Братан, тебе помочь? Я хотел его на эти затолкать. Не, не, не... А, кстати... А, кстати... Они урон... А, нет, наносят. То есть сейчас пробежался справа и даже урон не получил. Думал, они вообще не будут меня дамажить. Чё-то в этой катке опустошишечки какие-то Вообще прям неактивные Но ничего пока Два красных, как было со старта, так и осталось Сейчас вот на мосту прибавится, обязательно Обязательно, не на мосту, а на этом склоне Да, блин Так, ладно, пропущу уже его вперёд, а то он вообще какой-то Ииии Да, одного там вырубили Просто вы посыпались-то Я опять сюда забыл домкрат поставить Да что со мной не так-то Спасибо, сам себе нажал О, да, огромный респект, так намного лучше Да, прям вообще топ Хватит Всё, нормально, провалялся, короче, всё это время Опустошитель там сверху упал Ладно, пацаны так отчаянно Меня переворачивали, всей командой, короче, вертели Блин, тут справа налево переложат, тут слева направо Что я просто их поприкрываю Пускай идут впереди Они мои герои, короче, все, каждая От первого и до последнего То есть нет, тут вообще последних нет Тут есть, короче, только крайние Ну что ж ты, куда ты нам налево, не направо Смотри, сначала налево, потом направо, потом опять налево А ты взял, сразу направо поехал Так, проходим проверку на трезвость мою любимую Закрыв глаза Оп, отлично Так, ладно, всё, открываем глаза Оба Всё, проехали Сейчас, ай, куда? Ты же про! Классический про 35-23 Ой Так, впереди, вижу, 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 вижу Да Три минигана прям не хватает Были бы бабки Сейчас бы сразу четвертый себе докупил Так, вот сейчас Главное Опять не попасться так на расслабоне Как в прошлый раз у меня было Здесь меня пустошечка пропускает Хорошо Гасим Этот яйцеклад лой, да Отрываем Нафиг Чудненько Вперед, 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 вперед Фу, как это было сейчас близко Раскасили Хорошо Ещё один минус Сейчас будет готов И мы прям хорошо, кучно идём Смотри, блядь, тихо, тихо Я не говорил этого Ничего, короче, этого я не говорил Ничего, мы плохо идём Плохо, вообще всё ужасно Да, не надо убивать синих, пожалуйста И Готово Так Ллойд Ллойд Ллойд, мы пришли Ллойд, открывай Открывай, выходи Ллойд Гасим, 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 гасим Нафиг от него держаться лучше по дэше буду Узнаем мы этих луидов ваших У него реально что-то, урон какой-то прям вообще Веселейший, надо признаться Мне, в принципе, и так этого Погоди, погоди, погоди Я увлёкся Красные, красные, красные же Отлично Минус А нули Так, этого обезглазили Там чел далеко пока стоит Блин, лойдятина сюда идёт Это очень плохо Ай-яй-яй-яй Живём пока, живём Ты залез, зараз Так, я думал он не залезет Он взял и залез Так, давай эту штуку тоже замочу Просто чтобы случайно в него не урезаться Даже если он там какой-то неактивный стоит Хотя по-хорошему Опустошителям надо просто лапки отрывать и бросать их в углу И некоторых там, когда оставляешь там с одной лапкой или с двумя Они всё равно не бэкспейсятся Они продолжают там что-то с одной лапой пытаются исполнить Вот А это естественно существенный плюс Так, отлично Мы едем, мы едем, мы едем, мы валим Ух, адреналинчик Так, 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 так Чё, где-то здесь будут ямы Оп, живём, проскочили Давай-ка, наверное, на этих прыгалках поедем Главное только, чтобы эти прыгалки, блин, не перевернули А тогда будет прям хорошо И раз Прямо на гейзер идём Не, нормально, прошли Тихо Тихо, 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 тихо Фу, блин, вот сейчас мог зафейлить Кто я пробил, сейчас не мог нажать Потому что у меня рука, палец, это самый, на альте Они на пробеле Не хочу альт отпускать Для того, чтобы мне миниганы назад были развернуты Всё, ребята, мы прибыли Мы прибыли Прибыли мы, наконец-то, да Причём по-хорошему, по-нормальному Без всякого этого Всё, пустошишки До свидания Мы улетели Без вас Хрен его знает про... Вы этого не видели Да Честно, это было прекрасно Операция затмения Сияние тоже, конечно, по-своему кайфовое Красный свет, ну, блин, да Но из этой потасовки оно как самое первое Конечно, когда нам было не с чем сравнить Красный свет был вне конкуренции Потом появилось сияние И красный свет затмило Но вот затмение... Просто красотеньще И я очень надеюсь, что вам ещё не надоели Видео по этой потасовке Потому что мне она тоже ещё не надоела И я продолжу в неё играть Всем спасибо за просмотр До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин